В 2023 году на рынке труда резко выросло количество предложений работы для инвалидов. Инвалиды – это граждане, требующие особой защищенности со стороны общества по причине стойкой утраты их физических, умственных или психических способностей к жизнедеятельности. Однако, несмотря на свою ограниченность в жизненных функциях, инвалиды имеют такие же права, как и обычные люди. В том числе, они обладают правом на труд. На многих предприятиях в числе сотрудников есть инвалиды, но принимая на работу человека с ограниченными возможностями, организация обязана создать для него комфортные условия труда, а также предоставить некоторые дополнительные льготы. Абсолютным лидером найма в стране людей с ограниченными возможностями в течение последних двух лет стали IT-компании. Они размещают почти каждую третью такую вакансию. Стремительно вырос спрос на инвалидов в финансовом секторе. Второе место в прошлом году с приростом вакансий почти в три раза. Также в лидерах образования розничная торговля и складская логистика. Каждая вторая вакансия в 2022-2023 годах для инвалидов подразумевала удаленную работу. Каждая пятая приходилась на гибкую или полную занятость. Почти каждая десятая вакансия и со сменным графиком. Человек имеет право работать при любой группе инвалидности. Трудовое законодательство предусмотрело для инвалидов льготы, оплачиваемый отпуск не менее 30 дней, отпуск до 60 дней за свой счет. При первой и второй группе инвалидности сокращенная рабочая неделя не более 35 часов. Сверхурочная занятость только с письменного согласия работника. В Хабаровском крае активно ведется работа по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Как инвалиды могут найти себе работу, какие программы содействия работают в регионе, обсудим вместе с нашей гостью в студии Елена Охотник, начальник отдела по работе с социально незащищенными категориями граждан Комитета по труду и занятости селения правительства Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Сколько у нас трудоустроенных инвалидов за прошлый год в Хабаровском крае? Если мы будем говорить о численности граждан с инвалидностью, которые обратились в службу занятости и при непосредственном участии в службу занятости были трудоустроены, это 268 человек. Это составляет 52% от численности обратившихся в службу занятости. 36 человек у нас прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости, еще 40 принимали участие во временной занятости и в общественных работах. Если мы рассмотрим вообще численность работающих в крае, то из числа граждан, имеющих инвалидность в трудоспособном возрасте, у нас работает по сведениям Социального фонда России, по последним данным, 7200 человек. Ну то есть, я так понимаю, что не обязательно вот те люди, которые имеют те или иные ограничения по здоровью, они трудоустраиваются через службу занятости. Многие самостоятельно находят работу и принимают на работу. Не обязательно, совершенно. А что касается работодателей, на какой основе они должны трудоустраивать? То есть, выделяются какие-то квоты? То есть, это добровольное желание или это необходимость работодателю устроить, предусмотреть места для людей с ограниченными возможностями? В Хабаровском крае у нас действует закон о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов. Работодателям численностью работников свыше не менее 35 человек установлена квота для приема на работу инвалидов. Размер квоты 3% от средней списочной численности работников, за исключением вредников. Также работодатель может принимать сверхквоты. То есть, это никак не ограничено. Если есть возможность, у нас работодатели принимают и сверхквоты на работу. Вообще, есть ли какие-то цифры, на которые можно посмотреть и понять, много ли работодателей у нас сегодня принимают на работу людей с ограничениями по здоровью, независимость от квот? Ну, то есть, которые сами... Комитет ведет мониторинг работодателей, которые подлежат квотированию. Сегодня у нас порядка 1800 работодателей подали сведения о том, что они выполняют законодательство о квотировании. Из них кто-то частично, кто-то полностью выполнил законодательство, кто-то находится в поиске сотрудников. Работает у нас в крае порядка 4,5 тысяч граждан именно на квотируемых рабочих местах. То есть, получается, если у нас 7 до 200 работающих, 4,5 на квотируемых, то есть, остальные граждане работают у работодателей. То есть, процентов 35-40, да? Это неплохая цифра. А какие-то, может быть, поощрения для работодателей предусмотрены за то, что они трудоустраивают инвалидов? И, может быть, какая-то ответственность, если, наоборот, категорично не устраивают? У нас в крае ежегодно проводится конкурс Российской Организации Высокой Социальной Эффективности. В настоящее время принимаются заявки на этот конкурс, и прием заявок продлится до 1 марта. На этом конкурсе работодатели могут как раз, там есть номинация за трудоустройство инвалидов, рассказать о том, какие у них есть интересные моменты, какая практика по найму персонала, что конкретно они предлагают для граждан с инвалидностью. В прошлом году мы впервые провели на уровне региона конкурс всероссийской рейтинг работодателей, трудоустраивающих участников чемпионата Обилимпикс. Информация была направлена в Минтруд, и наши три предприятия вошли в топ-10. Были отмечены благодарственными письмами губернатора края. Также с этого года, с 2024 года, у работодателя есть возможность получить компенсацию затрат по заработной плате в случае приема гражданина на работу с инвалидностью. Причем, если в прошлом году раньше они могли получить компенсацию только за трудоустройство молодых инвалидов, то сейчас возраст снят, категория по возрасту. В принципе, они могут рассчитывать на компенсацию при приеме гражданина любого возраста с инвалидностью на работу. Дополнительно еще есть у нас гранты, выделяются из средств краевого бюджета, на оборудование, оснащение рабочих мест при приеме на работу граждан с инвалидностью. До 200 тысяч можно получить данный грант. И с 5 февраля объявляется прием заявок для участия в данном конкурсе. Он продлится до 7 марта. По поводу, есть ли ответственность. Конечно, ответственность предусмотрена. Частью первой статьи 5.42 Кодекса об административных правонарушениях за отказ в приеме на работу гражданина с инвалидностью на квартиру и рабочее место. Но данная практика фиксировалась в 2014 году. То есть, как правило, работодатели не отказывают гражданам. Стараются создать под гражданина, предусмотреть индивидуальное рабочее место. И хочу сказать, что сейчас на уровне правительства Российской Федерации вносятся изменения в кодекс и будет предусмотрена ответственность еще за невыполнение квоты. Вот раньше у нас как было? Выполнением квоты считалось работодатель выделил рабочее место и предоставил информацию в службу занятости. Сейчас выполнением квоты считается факт трудоустройства гражданина с инвалидностью. Ну, не просто там выделил какой-то... Выделил и забыл, да. Просто на словах. Мы еще уже озвучили, какие востребованы сферы работы, куда чаще всего трудоустраиваются люди с ограниченными возможностями здоровья по России. А вот у нас в Хабаровском крае какие сферы востребованы? У нас в Хабаровском крае чаще всего трудоустраиваются граждане с инвалидностью. Это учреждения социальной сферы, учреждения культуры, спорта. Далее у нас идет учреждение образования, здравоохранения. И хочу отметить, что по отрасли здравоохранения у нас работает инвалидов сверх квоты больше, чем в любых отраслях. Прекрасно. Какие условия работы для людей с инвалидностью? Ну, условия работы должны создаваться для граждан с инвалидностью с учетом индивидуальной программы абилитации или абилитации гражданина с инвалидностью. И, в принципе, если в этой программе предусмотрен тот же укороченный рабочий день или неполная рабочая неделя, то работодатель обязан создать те условия, которые прописаны в индивидуальной программе реабилитации. А право гражданина предоставить эту программу работодателю или не предоставлять. Но работодатель обязан исполнять все то, что находится в программе. И создать такие условия труда, которые были бы безопасны для осуществления трудовой деятельности гражданина. Давайте попробуем рассказать о том, какая у нас в крае оказывается помощь инвалидам при трудоустройстве. При трудоустройстве гражданин может, как мы начали уже в начале программы, обратиться либо самостоятельно посмотреть вакансии на портале «Работа в России», то есть они все заявлены там, не выходя из дома. Если у гражданина отсутствует выход в интернет, если он затрудняется, то можно обратиться в кадровый центр по месту жительства, по месту пребывания. Везде подскажут, как пользоваться порталом «Работа в России» и помогут подать заявление при необходимости, помогут составить резюме. Если гражданину необходимо содействие и сопровождение на всех этапах трудоустройства, то здесь оказывается такая услуга специалистами службы занятости, которая называется «Организация сопровождения при содействии занятости граждан с инвалидностью». В Крае у нас в прошлом году воспользовались, написали заявление на оказание такой услуги 63 гражданина с инвалидностью, из них 53 были трудоустроены. А в чем суть сопровождения? Назначается консультант индивидуально за каждым гражданином, и консультант помогает гражданину на каждом этапе трудоустройства. Если необходима профессиональная ориентация, значит будет проведена профессиональная ориентация. Если необходимо получение дополнительных каких-то профессиональных компетенций, значит будет рассматриваться вопрос о направлении на профессиональное обучение. Тем более сейчас у нас можно получить профессиональное обучение не только по направлению службы занятости, но еще идет процесс обучения в рамках национального проекта «Демография». Если необходима помощь в подготовке резюме, как я сказала, будет оказана данная помощь. И еще самое основное, это специалист может сопроводить гражданина на собеседование к работодателю. Кто-то волнуется, кто-то не может о себе рассказать. Поэтому, чувствуя поддержку, собеседование проходит легче для гражданина. И граждане трудоустраиваются. Спасибо большое. Более подробную информацию о трудоустройстве людей с ограничениями по здоровью можно получить в Комитете по труду и занятости региона. У нас в гостях была Елена Охотник, начальник отдела по работе социально незащищенными категориями граждан Комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.